ну собственно тема доклада это constraints и концепты которые будут добавляться в 20 плюсах короткого аджента на этот доклад первый мы рассмотрим самый простой пример компилятор который поддерживает стандартную библиотеку которая будет добавлена но и синтекс как делать концепты и как делать ограничение для всяких типов начнем с обычного так сказать hello world а если есть как у кого какие-то вопросы можете во время митинга спрашивать допустим нас есть такая функция которая принимает шаблонная функция которая принимает тип и вызывает стандартный стдхэш принципе здесь ничего такого сложного и есть обычный main который вызывает эту функцию передает строку и у нас есть output там какие-то там циферки типичные все принципе простенько но возникают проблемы когда мы передаем объект для которого нету этого стдхэша и у нас появляется вот такой вот лог компилятора где он пытается найти какие-то резолвы для этого стдхэша короче это все очень 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 тяжело разобрать поэтому предложили концепты когда мы указываем что тип в шаблоне ну мы называем мы даем имя для концепта хэш это был указываем что для этого типа должен должна быть стдхэш и возвращает этот стдсст и в функцию мы передаем уже не шаблонный тип а уже передаем концепт то есть тип который будет соответствовать вот этим ограничениям и вызываем ту же ну и подключаем новую же функцию get hash и передаем объект этого класса напоминаю нас до сих пор нету имплементации стдхэша для этого объекта и мы получаем более читабельную ошибку то что этот объект не соответствует вот этому концепту концепту хэштабель то за него для него нету вызова стандартные стдхэш если вот сравнить два две функции то он мы просто указывали название что этот тип должен быть карандаш видно что этот тип сейчас меня не рисует мы название указывали что это типа класс должен быть хэштабель но это никак не проверялась а в концепт концепты мы можем как раз указать вот эти реквайменты и это уже не просто название шаблонного класса а уже какие-то проверка который проверяет компилятор то есть мы можем поставить какие-то ограничения на тип в шаблоне есть какие-то вопросы все понятно у меня питание там слово концепт воно ключовое или не выделяется я просто использовал я использовал онлайн компилятор он а можно просто дуже коротко оцю всю конструкцию раскласти просто на на элементы шо взагалим декларация до рівня реквайрс шо це как разумеется реквайрс и так далее ну у меня будет дальше слайд с синтаксом я более подробно все расскажу добрый день это просто обычно такое hello world на очень таком маленьком примере показать для чего это как концепты рассмотрим насчет компиляторов к сожалению концепты поддержит только gdc начиная с 6 стандарт 6 версии и вот я использовал лайк онлайн компилятор one box и можно просто выбрать этот версию указать версии 17 версии и нужно еще указать вот такой вот флаг для gdc тогда вот эти концепты работают ну и какая библиотека планируется добавить для поставил то есть будет какие то там в концепте для булына для там проверка что это копируемый объект ну и так далее посылка можно будет более подробно почитать вот например если возьмем там вот этот из интерчер я думаю этот это название будет понятно всем и так как нет нет компилятора который поддерживает новый библиотеку нашей никакой компилятор не добавлен поэтому так как она будет выглядеть в новой библиотеке у нас есть какая-то функция мы указываем что она будет делом какой-то мультирик вами что это тоже быть это тип integer и когда мы передаем строку то мы видим что типа вот этот концепт не сработал и мы можем понять по названию по имплементации этого концепта почему он не сработал ну и перейдем к синтексу объявляем как типичный шаблон здесь указываем параметры в принципе так как и осталось дальше идет ключевое слово концепт и насколько я понимаю здесь этот резон только gdc в gdc надо еще булл но я просто встречал в некоторых стандартах но как-то без була после концепта еще название концепта ну так как работа только gdc то нужно добавлять булл ну и сам идет констрепт экспрессион вот примерно вот такие примеры как обычный шаблон ключевое слово название и это же какие-то рекламенты но есть еще такое ограничение что нельзя сделать рекурсивный концепт рассмотрим примеры как это используется с функции допустим у нас есть концепт тот же integer и мы можем указать его как параметр в шаблоне можем до декларации функции написать requires это тоже типа ключевое слово и можем после декларации функции вот принципе три примера этого использования наносится компетен даже посылка проверить также можно комбинировать концепты например у нас есть интеджер и мы хотим добавить там сигнер антиндер и мы берем уже созданный концепт как в предыдущему и по вот этими энд добавляем еще какие-то условия ну тоже примеры использования также можно добавлять или я думаю тоже нет смысла остановляться кроме концептов можно еще добавлять ограничение вот как раз сейчас более подробно расскажу про вот это слово require например мы указываем что у нас есть тип и типа дошло быть но плюс допустим может быть перейти в отрицательное число и потом эти все их объединяем и по ошибка капиляторы видим что для 12 это все сработало для струк для двух строк не сработало потому что я строк нету негативным оператором минус и в программе там он еще указывает не только какие-то там операции указывать тип проверку что этот тип имеет другие типы ну это очень такой простой пример у нас есть два класса а и б и у нас есть requirement что типа вот в этого типа т дошла быть велье ну и как видно по ошибкам пилятора что для класса b не сработало и указывается почему не сработано не сработало также можно сдавать в ложные концепты например на съезд такие вот простенькие и внутри можно указывать например что вы были там плюс минус минус плюс плюс как вызов операторов и также указывать другие концепты также если кто использует core guidelines рекомендации как использовать использовать плюс думаю многие об этом все знакомы то для концептов шаблонов там тоже есть определенные рекомендации я думаю не стоит перечислять посылка будет более подробно рассказать посмотреть ну в принципе у меня все если есть какие то вопросы более подробно рассказать могу вернуться на там где рассказал про синтаксис да да наверное надо чуть-чуть ну вот это есть ну например если рассмотрим вот этот пример том мы проверяем два типа это добавим в одиннадцатых стандартах ну а это значение но рассчитывается как конца x а как насчет концептов для итераторов в контейнерах например random xs output интераторы и input это интератор насколько я знаю они сейчас потихоньку переносится тоже в концепты и так вот и вот про вот эти списки которые используются типа name requirement но она потихоньку уже перенеслись перенеслись в достаточно стандарт но потихоньку будет переноситься спасибо ну это довольно удобная штука когда ты понимаешь почему что-то упало они читаешь вот этот блок который был на втором здесь сравнить этот список ошибок и если сравнить вот этот вопрос то но понятно что упал как определенный концепт ну и рекомендует рекомендуется использовать как раз для карточных параметров шаблона указать какой-то концепт не просто название можно было понять и какие-то ограничения как он используется но по сути концепты это получается помощь компилятору для того чтобы процессе компиляции мы видели более удовольствуемые сообщения об ошибках и в рантайме там никакой информации уже не будет правильно ну я бы сказал бы для компилятора тоже но и для понимания кода понимаешь что что за этим типом будет какие пульта ограничения если например рассмотреть стандартную библиотеку то принципе здесь понятно что там будет какие-то это тип должен быть насколько я понял очень удобный интерфейс к свинае появляется вместе с концептами с этим requires ты немножечко пропадал может повторить вопрос я говорю что видимо очень удобный появляется интерфейс к свинае вот это проверка компилируется код или нет да вместо спинае мы теперь можем использовать просто концепта и проверять будет ли компилироваться такой-то код ну по сути бинарный код по и не должен измениться правильно но вот которые рантаймовый ну нет это чисто проверка для компилятора то есть если сомнить вот эти две функции в бинарном коде никаких изменений ты всего же добавил для компилятора вот эти ограничения что для этого типа должна быть имплементация вот этой хэш с этой хэш если я хочу проверить или у типа есть какой-то метод как бы если он соответствует кому-то интерфейсу это тоже можно использовать если у класса есть какой-то метод и это метод соответствует какому-то декларации по интерфейсу ну да и шаблон должен соответствовать соответствовать интерфейсу хотя бы с шаблоном должен быть соответствующий метод это можно написать концептов или нет да это можно сейчас был очень хороший пример стра стропа который написал как раз описывал что там в этого типа вызывается какая-то функция функция например и дров и это предыдущие элементы и она упадет на том классе которым и нет этой функции даже быстренько будет идти ну в принципе получается если раньше ты передавал шаблон из этого типа пытался вызывать какой-то метод то вопрос была ошибка что типа нету такого метода и это довольно тяжело понять что из-за названия этого метод название типа у шаблона что это тип должен быть какие-то методы вот я быстренько нашел вот например у нас есть видно не видно например у нас есть концептом дров был и здесь вызывается вот этот метод дров и не воду принимает и ты можешь передать вот эти все классы передаешь контейнер типа контейнер который типа тип будет трогал и ты уверен что всех типа что она пойдет как раз на вот этом месте они на вот этом и теперь компилятору выдается ошибку что она не сработала потому что ожидается концепт пробовал ты можешь посмотреть какие там ограничения круто я так понимаю можно еще и возвращаем идти проверить да то есть здесь вот здесь в принципе не проверяется но в теории можно дописать еще проверку типа 0 если открыть на себе риф описание всех концептов там ну да там участки сейчас у тебя будет даже здесь найти например когда пищи декларации функции ты указываешь тип ты можешь указать тип шаблон и на него делать сделать какие-то рекуары стоит либо применить какой-то концепт например можешь у тебя всем плюс ай ст как раз проверяется тип что возвращает ну да это либо так либо вот например у нас есть возвращаемый тип т и для него как раз срабатывать что типа ты должен быть как интечер ну плохо что поддерживается только в gdc здесь остальные компиляторы подтянутся ну и еще я знаю насколько знаю в 10 то есть отдельная ветка так называться gdc концепт где там пытаются всякие эксперименты затем и концепт на применить если есть чем после доклада фигурные скобочки в описании концептов пишет реквайрис тогда интеграл тега 2 дальше похоже на описание функций на самом деле не функция это просто показывается что нам возвращает какой-то тип или что ты имею ввиду вот вот эти две скобки но это здесь как раз описывается ограничение то есть если рассмотреть вложенный вот например если рассмотреть вложенный то здесь как раз перечисляется всякие ограничения какие должны быть методы операторы там это было похоже на функцию ну да можно так сказать можно еще рассылать синтаксисом загальным ну можно так словами писать что может в того что воздействуя быть значение которое будет конс эксп true например как вот здесь можно вообще написать true сейчас например нашел как как воздействуя то есть вот здесь должно быть какое-то значение которое во время компиляции будет true ну либо оно смогло скэмпилисом ну либо оно смогло скэмпилисом ну например вот здесь у нас были строки и для строк пытались пыталась вызвать вот это отрицание и вот как раз она на этом не компилилась то есть либо там будет как конс эксп true либо ошибка компиляции в принципе ничего такого сложного но выглядит намного удобный читабельный и понятно что имеется ввиду тот тип в шаблоне они догадываются из названия но сейчас в одиннадцати стандартах типа можно там и фенейбл еще каким-то но это выглядит очень громоздко и читабельным спасибо за презентация хорошая получилось все понятно если вопросов больше нет если может вы тогда в оффлайне коллегу обратитесь я эту всю презентацию расшарю и я докажу например этот пример это добавлял ссылки на онлайн коопилятор вы можете попробовать поклазать таскать пощупать рук ручками если есть какие то вопросы можете мне писать и очень